У кого есть Священное Писание, откроем первую главу Евангелия от Луки, и вместе будем читать текст, который записан в первой главе. С 6 стиха мы будем читать выборочно. С 6 по 13, 18, 19, 20 стихи. Евангелие от Луки, 1 глава, 6, простите, с 5 стиха. В одни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова имя Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. 18 стих. Я умышленно, братья и сестры, прочитал всю историю, чтобы она у нас всплыла в памяти. Это будет основанием сегодняшних наших рассуждений, нашей беседы. Эта история должна была всплыть в памяти и у детей, для того, чтобы очень ясно и понятно было, о чем мы сегодня хотим порассуждать. Вначале я бы хотел сказать, друзья, что в этой истории меня сильно удивляет. Первое, что удивляет, это семья, вот эта бабушка и дедушка. О них так написано. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Молодежь, скажите, пожалуйста, вы видели когда-нибудь семью, которые до глубокой старости по всем заповедям и Господним уставам поступали беспорочно? Видели когда-нибудь? Ну, может быть, в вашей местности есть, а я не видел никогда. То есть, в каждой семье есть какие-то изъяны. Да, прощения просят, муж у жены, жена у мужа, вместе у Господа и вперед идут, но все равно что-то есть. У нас, знаете, как обычно жених с невестой поженились и первый месяц ходят и всем говорят, а мы еще ни разу не поссорились. Второй день, месяц, еще продолжают рассказывать мемуары. Мы ни разу не поссорились. Глядишь, прошло полгода, замолчали. И так одни, и другие, и третьи, а потом уже помалкивают. Так это же не годы, это не до глубокой старости, а это чуть-чуть времени прошло. Так вот, меня удивляет, что была такая семья, которая по всем заповедям Господним и уставам поступали беспорочно. Здесь, заметьте, не написано старались поступать, а написано поступали. И я понимаю, что Священное Писание здесь точно нам дает определение, без приукрашиваний, без каких-то округлений, примерностей, точно написано. Вот такая семья. Ну, это первое, что меня удивляет. Второе, что еще больше удивляет. Вот такая семья необычная. Совсем необычная. Но почему-то у Бога с ними такой строгий разговор. Когда я учился в школе, у нас было в школе так. А вы скажите, у вас так в школе или нет? Вот когда отличник не выучил домашнее задание и приходит на урок, и тут, надо же, попался. Учительница говорит, рассказывай урок. А он встает и говорит, не выучил. Ну, у нас как было? Учительница говорит, тебе, наверное, плохо вчера было? Он говорит, да. Голова болела? Да. Ну, завтра расскажешь, сдашь этот урок. Я тебе сегодня ничего не ставлю. Так было у нас. А если двоечник поймала его учительница и говорит, рассказывай урок. Он говорит, не выучил. Два в журнал, давай дневник, и завтра родители. Так или нет? Ну, у нас так было с двоечниками. А с отличниками по-другому. Почему так, я не знаю. Но как-то к людям благородным, к людям прилежным, к людям хорошим больше снисхождения. А у Бога, друзья, почему-то не так. Идеальная семья. Безупречная. Господь сам дает характеристику. По всем заповедям и уставам Господним поступали беспорочно. И тут надо же, что они плохого сделали? Что сделал Захария плохого? Он просто не поверил. Ничего не украл. Никого не убил. Никого не обманул. И так смотришь, за что Господь так строго взыскивает. Друзья, вот это меня сильно удивляет в этой истории. Отчего у Господа такой строгий разговор с этой семьей? И здесь, друзья, сегодня у нас тема «Держись образца здравого учения». Вот я хотел бы о некоторых особенностях учения Иисуса Христа порассуждать. Характер Бога во взаимоотношениях с этой семьей очень ярко проявляется. Сегодня, друзья, мы редко встретим проповедь или учение о строгости Божьей. В основном проповедь звучит о милости Божьей, что Господь все покрывает, Господь любит, Господь все простит. Действительно, наш Господь так, такой. Но у Него есть и вторая сторона, а о ней хочется умалчивать. Вы знаете почему? Потому что каждый из нас хочет, чтобы с нами Господь поступал по милости. При том, что мы с другими стараемся поступать как? По справедливости. Так или нет, молодежь? Бывает такое, что мы говорим «я за правду, я за справедливость». И добиваемся какой-то справедливости. А когда касается нас, а мы уже хотим, чтобы по милости. Вот, наверное, вот поэтому нечасто люди говорят о строгости Божьей. Из этого отрывка, из этой истории я бы хотел выделить три истины. И о них сегодня порассуждать. Первая истина звучит так, что праведность праведного не является ему опорой в день неповиновения Господу. Первая истина. Праведность праведника не является ему опорой в день неповиновения Господу. Давайте мы прочитаем текст, который записан в книге пророка Езекииля, 33 глава, 13 стих. «Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал». Значит, этот текст нужно понимать так, вернее, не так, как я понимал в детстве. Я представлял себе так, что когда приду в Царство Небесное, будут у Господа весы, и на одну чашу весов Господь положит все мои добрые дела, а на другую чашу весов Господь положит все мои грехи. И что перевесит? Такова и судьба. Так, дети, вы понимаете, да? Да? Вот, большие перевесит, значит, Царство Небесное. Если, хорошее перевесит, простите, если плохое перевесит, значит, в ад. Так, друзья, или нет? Нет. А у Бога не так. У Бога добрые дела все, их очень-очень-очень-очень много на одной чаше весов, и один грешок на другой чаше весов. Что перевесит? Один грешок. А вы верите в это, молодежь? Вы верите, что на одной чаше весов будут все добрые дела, а на другой чаше весов будет один грех, и он перевесит? Ну, скажите честно, верите в это? Не хочется. Действительно не хочется. А так оно, друзья, так. И страшновато об этом думать, правда? Гораздо приятнее послушать проповедь, что Господь милосердный, Он все покроет, все простит. Но в последнее время Господь, говорит, пришед, найду ли веру на земле? Я предложу вам простую арифметику. Сегодня, скажите, количество молитвенных домов растет или уменьшается? Растет. И у нас тоже. У нас в городе около 30 только баптистских собраний проходят. Это только баптистских. Количество членов церкви, в церквах увеличивается или уменьшается? Увеличивается. Теперь смотрите. Значит, количество молитвенных домов растет, количество членов церкви увеличивается, а вера уменьшается. Скажите, пропорциональность спасенных к неспасенным в самой церкви увеличивается или уменьшается? Уменьшается. Вы осознаете вот этот вот момент, друзья, что количество молитвенных домов, количество членов церкви все растет, 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 а вера все уменьшается, уменьшается, уменьшается. Получается, что из присутствующих в зале, я не имею в виду вас, я бы очень хотел, чтобы все до него были спасены, я имею в виду в собраниях, в молитвенных домах, по мере увеличения членства уменьшается количество спасенных. Так, братья и сестры? Ну скажите, да или нет? Ну так или нет? Так, так это братья и сестры, так. А мы все замазываем, мы все покрываем, Господь все любит, Господь все прощает, Господь ни на что внимания не обращает, кровь Христа сильно омыть, всякий грех. Все, что я сказал, это так, но только при условии, когда мы благоговеем перед строгостью Божьей, пред святостью Божьей, когда мы придаем этому серьезное значение. И мы не сможем похвалиться Господи, я проехал десятки тысяч километров, пожертвовал Тебе свою юность, я, Господи, благовествовал, у меня вот столько снопов, которые я привел Тебе, я 30 лет пел в хору, или же еще чем-то похвалиться, если есть нечистота, если есть что-то в жизни неугодное Господу. Друзья, все праведные дела не припомнятся Ему. И вот когда я осмыслил эту истину, друзья, я потерял покой. Знаете от чего? Думаю, ну вот дата смерти-то неизвестна никому, и мне тоже неизвестна моя дата смерти. Но бывает такое, вот где-то не пободрствовал, где-то вот, ну, где-то, может быть, где-то гневно кого-то осудил, вот что-то, какой-то, какая-то мысль пронеслась и дал ей место через сознание, через сердце, где-то какое-то искушение впал. Ну, бывает такое, да? И представьте себе, в этот момент смерть. Ну, может такое быть или нет? Друзья, может такое быть? Может, конечно. И какая участь будет? Не хочется говорить, страшно говорить. Вот этот один грешок, он перевесит все-все-все наши преимущества, которые мы имели. Все наши достопримечательности, чем мы отличались, все перевесит. Один грешок. Я потерял покой. Знаете, до каких пор у меня была буря в душе? До тех пор, пока я чуть-чуть больше не узнал характер Господа. Написано в 17-м псалме, Давид хорошо знал нашего Господа. И говорит так, с мужем искренним ты поступишь искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – как по лукавству его. И вот, готовый к переходу в Царство Небесное, человек искренний, который служил Богу, который бодрствовал, следил за своими путями, чтобы не огорчать Господа. Безусловно, что у каждого из нас есть шанс впасть в искушение, где-то согрешить, исповедовать грех свой и опять идти за Господом. Но человек, который следил за своим путем, вот Господь позаботится о его спасении. Господь заберет его вечность готовым. Друзья, это задача Господа – поступить с искренним, искренно. Но если человек в своем сердце лелеял лукавую мысль, сегодня чуть-чуть можно позволить себе лишнего. Никто не видит, никто не слышит. Я молодой, а почему бы и нет? И так себе разрешал по чуть-чуть того, по чуть-чуть того. Где-то лукавил перед Господом. И наступил такой момент, когда Господь сказал, «Ты, как Иеремия в 9 главе пишет, лукавствовали до усталости. Если ты лукавый, вот и возмездие тебе будет тоже лукавое». Наступит именно вот такой момент, о котором мы говорим. Проникнет нечистота в сердце, Господь отнимет ограду, и предстанет человек на суд. Это при условии, если человек ходит лукавыми путями. Другое дело, когда человек хочет, но не может. Один цыган обратился к Богу. Ну так, немножко с юмором говорят, что когда крестят цыган, у вас нет цыгана? Это хорошо. У нас в церкви есть члены церкви цыгане, поэтому нельзя говорить громко о цыганах. Говорят, что когда зэков и цыганов крестят, их нужно чуть подольше в воде подержать. У них больше грехов, чем у других. Им тяжелее избавляться от своих пороков. И вот один цыган боролся, боролся со своим естеством, со своими греховными наклонностями, забежал в комнату, упал на колени, говорит, Господи, собственность Твоя пропадает. Я же посвятил свою жизнь Тебе, но не справляюсь. Друзья, какой искренний человек. Как Господь поторопится этому человеку протянуть руку, когда человек честно изнемогает от греховной наследственности, когда с ней борется? Или же по-другому, когда человек лукаво ходит, где-то приспосабливается, что-то прячет, что-то утаивает. Недавно у нас был брак в церкви, жених с невестой, очень пышно, красиво все попытались разукрасить. Ну и вот за неделю до свадьбы заметили, как они, а у жениха микроавтобус, богатый женишок, на светофоре остановились и целуются. А как раз члены церкви переходили по пешеходному переходу, они их не видели. И это за пять дней до свадьбы. Свадьба была две недели назад. Ну это, я вам признаюсь, почему я говорю, это горе был. Жених, вздыхали от него в церкви, в молодежи. И вот вызываем его. Браточек, может быть у тебя вот свадьба через пять дней, может быть у тебя что-то на сердце есть, вот сказать, исповедать. Братья, да слава Богу, все в порядке, мир в сердце. Может быть, ты чем-то запятнал свою совесть, у тебя через пять дней будет бракосочетание. Братьям придется руки возлагать вам на голову, благословлять вас в семейную жизнь. Да все нормально, братья, все хорошо. Может быть, вы во взаимоотношениях где-то осквернились. Да мы знаем, это можно потерять благословение на всю жизнь. Не-не-не, все нормально. А вот в 12 часов дня на том светофоре вы остановились, целовались. Да, братья, было. Но это один раз только. Да как, светофор длинный, там много секционных. Два раза было? Как один раз? Да, два раза было. А может, еще раз было? Нет, больше не было. Ну, больше не видели. Что сказать? Ну, в пятницу будет членская, приходите на членская. Ну, братья, ну зачем? Мы во вторник уже были в посте, нам Господь все простил. А как это ты быстро так забыл? Ты же говоришь, что не было, а потом не помнил, а потом забыл. Все-таки приходи на членская. Это будет лучше. Это тебе еще милость от Господа. Господь тебе протягивает руку, еще шанс тебе один дает. Не пришел на членскую. Ну, ладно, не буду дальше всю эту историю рассказывать. Плохо все закончилось, друзья, плохо. С мужем искренним, Господь поступает искренне. Споткнулся, упал, как Давид, раскаялся, и вперед дальше. А с лукавым, как Господь поступит? Полукавствуя. Вот это вот первая истина очень важная, что праведность праведника в день повиновения, неповиновения Господу не является опорой, друзья. Вот это мы должны запомнить, что все наши достоинства, которые мы имеем перед Господом, они ничто перед грехами, ничто. Поэтому, несмотря на ранг, несмотря на успех в нашем служении, несмотря на положение наше в церкви, мы с вами должны бодрствовать, потому что один грех перечеркнет все, и совершенно никаких у нас не будет преимуществ перед обыкновенными грешниками, которые вот ходят вокруг молитвенного дома, не видя милости Божьей. Праведность праведника не является опорой ему в день неповиновения Господу. Это первая истина. Вторая истина. Она звучит так, что если Господь открывает нам свою волю, Он ее открывает для исполнения, не для расширения нашего кругозора. То есть, если Господь нам открывает свою волю, Он будет требовать ее исполнения. Не знал к тебе никаких вопросов, но когда узнал, вот с этого момента ты будешь отвечать. Вы знаете, многие люди, подходя к вопросу воли Божьей, ну первый раз сталкиваются серьезно с этим вопросом, это в вопросе женитьбы. Бывает такое, да? К великому сожалению. И у нас уже бытует такая поговорка. Да будет, Господи, воля Твоя, а воля Моя. То есть, Господи, Ты как хочешь, вот строй свою волю, а у меня есть невеста. Ты, пожалуйста, с ней согласись. Вот так вот, Господи, я решил, вот так вот у меня сложились пути. Воля Твоя, а воля Моя. Вот как-то, вот так вот люди настаивают на своей воле, диктуя волю свою Богу. А еще хуже бывает, когда говорят, Господи, Ты мне открой свою волю. Уже есть решение. А еще нужно проконсультироваться с Господом. Господи, а что еще Ты скажешь по этому вопросу? Совпадут ли наши мнения с Тобой? Друзья, в таком случае мы не можем рассчитывать на искренний разговор с Господом. Если нам Господь открывает Свои тайны, открывает Свою волю, это для того, чтобы мы последовали этой воле. Я расскажу за нашего регента. В нашей церкви регент имеет прекрасную семью. У него семь детей. Молодой регент. Немножко о юности его расскажу. Я думаю, что из вас, наверное, никто его не знает. Он обратился к Богу, когда у него было уже двое детей. Родители у него были верующие. И папа, и мама члены церкви. И папа, и мама совершали служение в церкви. А он, как закончил школу, связался с нехорошими ребятами и стал преступником. Но преступником не таким, знаете, мелким, шаловливым мальчишкой, а серьезным преступником. Банда образовалась по угону автомобилей. Была у них уже налажена реализация. И вот этой бандой все управляли два юноши. Оба дети верующих родителей. Один у одного родители были в нашей церкви, а у другого субботники. Вот так они сошлись. И вместе промышляли. Самые умные. Но из бригады остальные все исполнители. Они там контролировали все это дело. И вот рассказывает брат. Сегодня уже брат. Говорит, все сделали. Дело прошло успешно. Как говорится, концы в воду. Машина в гараже. Все работает. Все нормально. Звоночек в дверь. Открывает дверь. Красная фуражка. Руки назад. Защелкнулись опять наручники. Ну что такое? Откупались, откупались. Денег-то немерено. Много. Раз откупились. Другой раз откупились. Третий раз откупились. Уже деньги закончились. И как-то вот эти два сына верующих родителей встретились. И один другому говорит. Наш брат говорит второму. Говорит Олег. Из нашей банды попадаемся только мы вдвоем. Всем остальным сходит. Почему? А другой говорит. Это наверное потому что они не знают что так делать нельзя. А мы с тобой знаем. Вот поэтому они не попадаются а мы попадаемся. За нас родители молятся. И никогда у нас не будет успеха на греховных путях. Никогда. Потому что Бог является нашим противником. Он всегда препятствует нам в наших греховных делах потому что родители молятся. И один другому говорит. Я буду завязывать. Действительно это был переворот в его жизни. Он пришел в церковь покаялся. Сегодня несет служение. Большая семья. Прекрасное будущее. Вырастают дети. Уже старший ребенок принял крещение его. Вошел в церковь. Радости благословения. А второй по наклону покатился. Расстался с женой. Я знаю и второго. Хорошо знаю. Ребенка убило током у второго. Жизнь не сложилась. Плохо, плохо и плохо. Знал и приступал. Знал волю Божью. Да, он был адвентистом седьмого дня. Какие-то особенности может быть в его учении они были нездравыми. Но он знал об ответственности перед грехом. Вот это он знал. Знал и приступал. Когда знаешь и приступаешь за это будешь отвечать. Так говорит Господь. И друзья, третья истина которая в этом отрывке третья истина из этой истории вытекает такая что боязливых неверных недоверчивых Господу участь будет не с Господом. То есть неверие Господу оно Господа огорчает. Казалось бы, друзья, ничего не сделал Захария плохого. Никому не повредил. Он просто не поверил. У нас с вами есть обетование Божье. И когда мы читаем обетование Божье, а в сердце думаешь ну это для кого-то. Это у кого-то работает. А у меня сработает или не сработает, кто его знает? И в сердце не верит. Друзья, Господь говорит в книге пророка Еремия во второй главе. Какую неправду нашли отцы ваши во мне, что пошли вслед идолов? В чем я не сдержал свое слово, говорит Бог? Почему ваши отцы отвернулись от моих путей, отвергли источник воды живой и выбрали водоемы разбитые, которые не могут держать воды? Вот за какую неправду вы ушли от меня? Почему вы мне не верите? Где я не сдержал свое слово? Бог спрашивает вероломных последователей. Неверие Господу, друзья, оно сильно Бога огорчает. И вот нередко молодежь переживает за свою судьбу. Как сложится судьба? Есть же такое переживание. Я хочу быть с вами открытыми. Если у вас решен вопрос спасения, то следующий главный вопрос, который стоит у молодого человека, это вопрос женитьбы. Как сложится судьба? Можно ли доверить свою жизнь Господу? Или нужно искать варианты, телефончики, раздавать смски, писать? Нужно как-то работать в этом направлении, потому что как Господу просто доверить? сестра сестра подходит и спрашивает, стоит ли реагировать серьезно? Брат по смс сделал предложение. Не знаю, говорит, подойти к нему или не, он не подошел, он просто написал смс, хочу, чтобы ты была моей женой. Ну, это серьезно или не серьезно? И вот сестра в таком недоумении, друзья, такими кривыми путями сегодня люди обходят обетование Божье, не желая довериться Господу во всех вопросах и доверить судьбу, что порой просто не придумаешь, как это, как сегодня ухищряется молодежь обходить обетование Божье. У нас в молодежи была одна очень хорошая сестра, когда я был в молодежи, и вот у нас была группа братьев, совет, которые женились в один год. У нас 9 свадьб было в нашей молодежи, это такой урожайный был год, и когда ушел весь актив молодежи, весь совет ушел, тут немножко молодежь пережила кризис, потому что смена руководства должна была произойти, и как бы унесло вихрем поколение целое, и тут разрыв между младшим поколением 4, 5, 6 лет, и вот когда взрослые женихи поуходили с молодежи, я посмотрел на нашу молодежь, а там осталась одна сестричка, у которой и папа, и мама неверующие, и мама, вы знаете, какая нехорошая у нее была, она постоянно ей капала на мозги, говорила ей, Леночка, не будет у тебя счастья в семье, бросай ты своих баптистов, пойдем я тебе найду хорошего парня, она говорила, мама, я верю Богу, у меня есть Бог, которому я доверяю, я знал ситуацию в этой семье, я приходил, беседовал в семью, часто она приглашала на дни рождения, неверующая мама, неверующий брат, она одна только, во всем родстве покаялась, больше никого совершенно, она пришла в церковь с библиотечного служения, и так искренне обратилась к Господу, вы знаете, друзья, я внутренне запереживал за нее, думаю, Господи, я вижу ее веру, я вижу ее искренность, я вижу ее детское доверие тебе, женихи кончились, говорю честно, в церкви, нету, как Господи решишь ты этот вопрос, я стал о ней молиться, у меня уже дети стали рождаться, она все в молодежи поет, и вот как-то смотрю на нее и тревожится сердце, она с такой простой детской верой, посещает молодежный, ей уже 25, она не переживает, а я переживаю, Господи, ведь враги же будут смеяться, в поношении будет имя твое, она свою судьбу доверила тебе, вдруг, смотрю, приходит на совет с женихом, откуда он взялся, я не знаю, он не с нашей церкви, такой хороший жених, все говорят, ну Лена, тебе повезло, действительно, проповедник, несет служение в церкви, друзья, не знают, куда он взялся, серьезно, когда она уезжала с церкви, она переехала в другой город, живет она недалеко, от нас, ответственная за церковь, это наш миссионер, который был ответственным за благовестие в нашей церкви, и переехал и переехал туда, я ее спрашиваю, Лена, как жизнь, все-таки ты не в родной церкви, Бог позаботился, чтобы она уехала с родного дома, потому что в родном доме жизни бы не было, мама стала настаивать, а мама без отца воспитывала, то есть рано рассталась, и потом, когда у Лены родился один ребенок, второй, она говорит, так, бросай своего мужа, и я тебе помогу воспитать, зачем тебе нужен мужик, это такая обуза в семье, его слушаться надо, и Олег говорит, приезжаю к теще, жизни нет, милейший человек, ничего плохого не делает, а вот теща так точит, точит, и Бог позаботился, чтобы Лену перевезти в другой город, Лена спрашивала, как жизнь, она говорит, небо такое же, как и в Кишиневе, такой же самый Бог, все прекрасно, знаете, друзья, я еще раз убедился, насколько Господь близок к тем, которые доверяют Ему, которые по-настоящему Ему доверили свою судьбу, и искренне, честно идут за Ним, неверие Господу, недоверие Господу, оно его огорчает, есть такое обетование Господне, что очи Господа обозревают всю землю, помните, как дальше, чтобы поддерживать тех, кого чье сердце вполне предано Ему. И вот так, друзья, я себе представляю Бога, Который смотрит не только в молодежь, и в церковь, смотрит, смотрит, вот, о, один, смотрит, смотрит, вот еще один. Друзья, они у Бога, все на счету, эти люди, все до одного, искренне, чистые, все у Бога на счету, и лукавые в другом списке, он знает, как с ними поступить, он знает, какое приготовить им воздаяние, у Бога и тот, и другой список перед глазами. Друзья, пусть семья Захарии и Елизаветы будет для нас добрым примером благости и строгости Божьей. Книга Откровения, 21 глава, написано, 8 стих, боязливых же и неверных, и там дальше страшные грехи перечисляются, но боязливые и неверные это те, которые боятся верить в свою судьбу Господу, те, которые не могут доверить Ему свою жизнь вполне, боязливых и неверных, где будет участь? В озере Огином. Друзья, в это надо поверить, это действительно будет так. Искренне довериться Господу и доверить Ему свою судьбу. Аминь. 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 Аминь.